Добрый день! Я рада всем телезрителям телеканала «Союз». Вы смотрите программу «Таинство церкви» с протереем Владимиром Волгиным, настоятелем храма Софии Премудрости Божией в средних садовниках. Здравствуйте, батюшка! Добрый день, Львов Сергеевна, и все нас слышащие, видящие. Азин Владимир, заповеди блаженства, о которых мы с вами говорим, уже не первую программу. И с моей точки зрения, одни из наиболее щемящих и теплых душевных песнопений во время божественной литургии оказываются очень актуальными в современном мире. Мы с вами об этом говорили и в прошлый раз тоже. Блаженые миротворцы. Как этого не хватает сейчас, когда мир даже оказался, и мы это чувствуем, буквально в пяти минутах, и от войны реальные уже, блаженые миротворцы. Батюшка, почему это так важно сейчас? Ну, вы знаете, это было всегда важно. Безусловно, вы знаете, вот я такую как бы формулу изобрел. Если один человек делает другому человеку зло, и другой человек отвечает злом на зло, один плюс один – два. Если другой человек не отвечает злом на зло, остается единица. Если человек отвечает любовью, то не в ноль выходит зло, а даже в атеистические времена, когда мы жили при советском строе, когда церковь была гонима, все время такой постулат рекламировался, что добро больше, чем зло. Ну, а тем более для нас, верующих, Господь говорит, дерзайте, в мире скорбны будете, но дерзайте, я победил мир, победил зло, победил все страсти, победил все, и с помощью его мы все можем совершать. Поэтому мы веруем, то, что Господь больше, чем зло, то есть, чем носитель его, дьявол. И, конечно же, когда человек в отношении другого человека творит мир, вот я видел, например, в свое время в Псково-Печерском монастыре, я не хочу говорить никаких худых слов о ныне находящемся на покое архиепископе Гаврииле, но я помню, что он такой человек импульсивный, раздражительный был, иногда даже раздражался на царя Иоанна. Он очень хорошим наместником был, таким жестким, твердым. Он не всегда это нравилось монашествующим, но, тем не менее, он старался какую-то положительную линию проводить в монастыре. Другое дело, получалось или не получалось. И вот, когда он раздражался на царя Иоанна, крестьянкина, я видел, как отец Иоанн бросался к нему, можно сказать, на шею и начинал целовать. Это только отец Иоанн, наверное, ему, который был сама любовью. Это была не поддельная любовь, это была божественная любовь. Это была та любовь, которая действительно была больше, чем зло. И она не просто покрывала, она низводила эту любовь до как бы вот впрах. Вот эта нелюбовь и раздражение превращала того человека, который гневался или раздражался на носителю любви, каким являлся и является и был отец Иоанн Крестьянкин. Я помню, но эта любовь отличается от человеческой любви. Эта любовь отличается тем более от человека, который пытается любить. Я помню, вы знаете, вот о своей юности, когда я стал христианином и старался обращаться к людям доброжелательно, на меня очень подействовали слова преподобного Серафима Саровского. Он встречал каждого человека со словами «Радость моя, Христос воскресе». Но я не дерзал говорить «Христос воскресе», но я первые слова повторял «Радость моя». А мне один человек говорит, ты знаешь, Владимир, тогда я не был священником, мне после того, как ты говоришь, произносишь эти слова, не хочется с тобой вступать в общение. Я спросил, а почему? Да потому что, говорит, это так фальшиво звучит в твоих устах. И действительно, это звучало фальшиво в моих устах, потому что я старался искусственно на себя надеть маску любви. Искусственно. Да, я к этому человеку доброжелательно относился, но, тем не менее, вот эти слова не были наполнены той любовью, которую наполнял преподобный Серафим Саровский, обращаясь к каждому человеку, приходящему к нему. Ну, уже святой. Святой. А вот мы призваны, мы призваны, вот эти заповеди Божьи, Любовь Сергеевна, заповеди блаженства, они как раз возводят нас к святости. И говорят, вот говорится, блаженны изгнанны миротворцы, миротворцы, да, ибо они с сынами Божьими нарекутся, да, как здесь вот написано, простите, я могу ошибиться, да, да, с сынами Божьими нарекутся, но именно миротворцы здесь не в человеческом смысле, а в божественном смысле. Мы должны примерять людей с Богом, с Богом. А это что значит примерять людей с Богом? Это значит быть носителями Бога? Будьте светом для мира, я повторяюсь, конечно, и солью для земли, чтобы люди, видя ваши добрые дела, прославляли Отца Небесного. А кто есть свет? Я не свет. Кто есть соль? Я не соль. Без меня не можете творить ничего, говорит Господь Иисус Христос. Он говорит о том, когда спрашивает его один из будущих апостолов, а кому же возможно спастись? Человеком это невозможно, но Богу все возможно. Я все время, вот, вы знаете, в особенности на божественной литургии, я так и всегда стараюсь молиться, я говорю, Господи, дай мне быть Твоим светом, дай мне быть Твоей солью, чтобы люди, видя Твои добрые дела, через меня прославили бы Тебя. Вот кто такой миротворец. Это носитель света и носитель соли, носитель той божественной любви, а лучше носитель Бога. И только такой человек может другого человека примирить человека с Богом. Я помню, еще вот, вы простите, это такая заповедь очень важная, поэтому я так останавливаюсь на ней. Я помню одного своего знакомого уже какое-то количество лет назад умершего, почившего, он приехал, я уже был верующим человеком, я еще не был священником, он приехал со мной, он был атеистом, художником, он приехал со мной вместе в Сколопечерский монастырь. Я говорю, поговори с отцом Иоанном. Нет, не буду говорить с отцом Иоанном, Крестьянкиным, не буду, у него такой даже дух раздражения такой появился, не хочу, вот, это не он, конечно, говорил, это кто-то через него, да, вот, и потом, все-таки, когда он увидел отца Иоанна, Крестьянкина, исповедующего, вдруг у него появилась жажда исповедоваться у него. Он подходит ко мне и говорит, Владимир, Володя, я очень хочу поисповедоваться и побеседовать с отцом Иоанном. Почему он захотел? Потому что его жаждущая душа, его жаждущие сердце, иссохшее по любви увидела эту божественную любовь, потянулась сразу же. Вот я все время молюсь, Господи, уязви сердце мое свою любовь. Почему я так молюсь? Я думаю, что каждый человек должен так молиться. Почему? Потому что я еще не вочувствовал ту любовь, на которую я бы мог бы ответить. Да, я чувствую ее, я чувствую ее разумом, чувствую сердцем, но не в той полноте, допустим, как святые отцы чувствовали. Преподобный Силуан Афонский все время начинает свои дневниковые записи «Скучает душа моя, Господи!» «Скучает душа моя, Господи!» «Скучает душа моя, Господи!» Я думаю, что же такое скучает, скучает, ну что? Я даже стал пропускать эти слова «Скучает душа моя, Господи!» А потом только я понял, у него же была встреча с Богом, такая встреча, которая уязвила его божественную любовь, опалила его, и он уже не мог жить без этой любви, он уже стремился своей душой всем своим существом к Богу, поэтому он говорил, «Скучает душа моя, Господи!» только вот в этом контексте я понял, вот его скучание, его жажда все время быть с Богом. Вот преподобный Симеон Новый Богослов в одном из гимнов, «Оставьте меня!» Он был настоятель монастыря, «Оставьте меня!» «Дайте мне замкнуться в своей келье, дайте мне вот снова и снова беседовать со своим вожделенным Богом!» вот тот свет, тот мир, который мы должны источать. Если про Просите, Любовь Сергеевна, преподобный Серафим Саровский говорит, «Стяжи мир», что именно? Благодать Святого Духа, вот именно стать тем миротворцем, о котором говорит заповедь блаженства, и вокруг себя спасутся тысячи, а вот вокруг меня не спасаются тысячи людей, но приходят люди, интересуются люди, я стараюсь к ним по-доброму относиться, может быть, у меня больше, чем у кого бы то ни было людей, но тем не менее не тысячи людей, а в Москве быть светом для мира и соли для земли – это не тысячи, десятки тысяч людей, должны потянуться, это значит, я не свечу этим светом миротворчество, это значит, я скуден, не стяжал этого мира, о котором Господь Иисус Христос говорит, блаженный миротворца, ибо они сынами Божьими нарекутся, именно те, которые уже может быть до исполнения этой заповеди, вот где эта грань, я не знаю, но уже стали сынами Божьими, потому что они несут вот этот свет и соль для мира и для земли. скажите, скажите, пожалуйста, но все же в таком человеческом, в бытовом понимании, в земном мы можем воспринимать эту заповедь? Я начала нашу беседу с того, что, пожалуй, за долгие годы мы впервые ощутили, что может начаться война рядом с нашими границами, это Северная Корея, Южная Корея, Россия здесь выступает в качестве миротворческой силы, чтобы примирить эти обе стороны. Все же вот в этом смысле, в земном мы должны понимать или все же то, о чем вы говорите, выше, нужнее, главнее, если хотите? Дипломатия для того и существует, для того, чтобы урегулировать эти все конфликты, которые появляются не только между людьми, мы тоже можем быть дипломатами между двумя поссорившимися людьми, для того, чтобы урегулировать их конфликт. А здесь государство. Каждый имеет свои амбиции, каждый преисполнен гордостью, каждый преисполнен желанием утвердить свою правду. И носитель оружия. Да, и носитель вода, оружия. И, безусловно, здесь необходимо искусство, очень тонкое искусство дипломатии. я думаю, я думаю, конечно, наверняка, профессионалы, дипломаты так обучены, что они уже на уровне своего профессионализма знают, как попытаться урегулировать тот или иной конфликт. Они образованы в этом деле, они являются маэстрами часто в этом деле. Но если бы еще присовокуплялась бы любовь, то я думаю, что успехов дипломатических было бы гораздо больше. И только через это, только через любовь, только через какие-то уступки возможные можно привести мир к какому-то порядку и к какому-то уравновешенному состоянию. Ну вот, я еще раз возвращаюсь к блаженным миротворцам. Именно те люди, которые стяжали Бога и которые примеряют других людей с Богом. И вот, если вы позволите, мы к следующей заповеди перейдем. Да, конечно. Блаженные изгнанные правды ради, як и тех есть Царство Небесное. Кто же это изгнат за правду? В течение первых трех веков, когда после Христа, после проповеди Христа, после проповеди апостольской, до 313 года, до этого знаменитого эдикта о веро-терпимости, о том, что каждый христианин может иметь право исповедовать свою веру во Христа, когда возвалялись из тюрем многие исповедники веры Христовой, до этого потрясали церковь колоссальные гонения, уничтожались тысячами христиане, вне зависимости от возраста, от звания, от положения в обществе, от богатства, от бедности, от реки, от рековицы, младенцы были погубляемы мучениками, они хотели вот эту веру Христову растоптать, и чтобы она не мешала с одной стороны языческому поклонению идолам, а с другой стороны иудеям, которые не приняли Христа за Бога человека. Как апостол Павел говорит, для язычников слово о Христе безумие, а для иудеев соблазн. На протяжении трех веков христианство было изгоняемо, попираемо и уничтожаемо через разные пытки, насилие, уничтожение в конечном итоге. Не хочу сказать, что после 313 года христианство стало доминирующей религией, и мир наступил в православие. Нет, на протяжении еще многих веков до Седьмого Вселенского Собора церковь колебали еретики. Они иногда одерживали верх и также уничтожали православных, как язычники и как иудеев первые три века. Много пострадало людей за истинное православие. А мы помним то, что собор, который утвердил и благодаря которому мы празднуем неделю православия после первой недели Великого Поста, торжество православия, это тогда, когда была побеждена последняя ересь иконоборческого движения, иконоборчества. Но иконоборство прекратилось не в 787 году, оно утихло. Установили постановление о почитании икон, но иконоборство утихло и перестало существовать в 842 году. А потом уничтожают церкви, кто? Огоряне, мусульмане. Если они приходят к христианам, то бойся меча. Они уничтожали, вырезали христиан. А потом я имею в виду и российскую историю 1917-18 год, и на протяжении многих десятилетий уничтожается христианство. Первые годы, первые десятилетия наша русская земля была наполнена и преисполнена мученической кровью. Перебью вас. Вы знаете, я давно веду православные программы и, признаться, думала о себе, что очень много знаю. А когда некоторое время назад начала снимать фильмы о наших московских храмах, я была просто потрясена тем, что какой бы храм мы не взяли для съемок, в каждом храме, даже если он не закрывался, буквально в каждом, был священник, диакон, которого расстреляли. В каждом. Мы даже этого и не знаем, мы не предполагаем, что мы входим в московские храмы, которые тоже освящены, обогрены кровью священнического мученичества. Да, и наш храм тоже. Да, это просто потрясло меня, вы знаете. Конечно, и наш храм тоже. вот у нас на иконостасе икона мученика преподобного Александра, последнего настоятеля нашего храма. Он был расстрелян в конце 20-х годов, причислен к лику святых Рязанской церкви, а потом Поместной церкви. Так что, я думаю, что ни один и Владимир Комаров, граф Владимир Комаров, который расписывал этот храм, тоже был расстрелян. Так что, я думаю, что каждый храм безусловно, может вспомнить вот эту кровопролитную историю в своей исторической жизни. Так вот, возвращаясь вот к этой заповеди, кто же это блаженный, изгнанный, правда ради, ибо их есть Царство Небесное? Кто есть правда и что есть правда? Господь Иисус Христос в Евангелии говорит, я есть путь и истина и жизнь. Истина и жизнь. Вот кто является правдой. Он, Господь Иисус Христос, которого все мученики, все исповедники веры Христовой исповедовали Христа как истинного Сына Божьего и истинного Сына Человеческого. Вот кто был изгоняем ради правды. Вот кто является, если кто устоял, а большинство устояло, является насельником Царствия Божьего. Чин мученический, о котором и дальше идет речь. Блаженные из те, когда поносят вам, и женут, и рекут всяк зол, глагол на выложившей мини-раде. Поносит. То есть христиан поносит. И мы все это чувствовали в советское время. Нас поносили, составляли карикатуры на Бога, на церковь, изгалялись, издевались над нами. В советское время, в хрущевские времена говорили о том, что воду, которую во время Великой Агиасмы, Крещения Господня, или же просто малого освящения, во-первых, вода имеет много заразительных микробов и так далее, и так далее, что воду освящают серебряными крестами ради того, чтобы она не была наполнена и не заражала бы людей какими-то болезнями, и так далее, и так далее. Запрещали, пытались запретить освящение воды. Слава Богу, слава Богу, что не подобрались к причастнию. Только что хотел сказать, слава Богу, что к причастнию не подобрались с точки зрения гигиены. Вот Господь, да, я помню, не буду произносить этого имени, но славного имени, очень известного человека в России, уже умершего, когда я с ним беседовал первый раз в престарелом его возрасте, я говорю, ну, вот ваши взгляды христианские, вы верующий человек? Да, я верующий, вы, наверное, церковный человек, ну, я не церковный человек, ну, а вы были в церкви? Да, бывал в церкви, вы причащались? Нет, говорит, я брезгую причащаться из одной ложки, из одной лжицы. Я сказал этому человеку, я отныне буду дезинфицировать лжицу, я, безусловно, никогда этого не делал, понимая то, что самой великой дезинфекцией, да простит меня Господь, является тело и кровь Господня. Но он пришел после этих ваших слов? После этого он никогда не задавал вопросы и причащался. Причащался? Причащался, да, 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 потому что он считал, что я дезинфицирую перед каждым причастием это лжицу, да, да. Вот видите, когда Бога изображали в виде дедушки с бородой, а что только не делали. Но Крущев вообще хотел показать последнего попа, он иначе как это не говорил, что ему покажем. Да, и я вот помню, вы знаете, мне было 16 лет, и я пришел в Богоявленский собор, еще не был крещеным человеком. 16, значит, минус 4 года, это, ну, где-то был 65-й год, Хрущева уже сняли, Хрущева уже сняли. Но тем не менее, я пришел через кордон и каким-то образом я проник в Богоявленский собор, и я помню висевшую столпу на заборах, на заборе этого храма Богоявленского, улюлюкающую, кричащую, и я думал, что сейчас могут полететь камни. Слава Богу, этого не было, наверное, из-за того, что Москва, но во всяком случае, мне некоторые священники говорили, что действительно летели камни не в Москве, а в других провинциальных городах и селах. Вот какое зверство, какое непонимание и какое со стороны людей, гонящих церковь, и какое исповедничество со стороны людей, проповедующих Господа Иисуса Христа распятого и воскресшего. Вот видите, вот передачи не хватает для одной и двух заповедей Божьей, заповедей Блаженства. Как много мыслей рождается во время углубления в смысл этих заповедей. Владимир, в таком случае мы продолжим в следующей программе, продолжим говорить об этой заповеди, ну и, наверное, еще несколько программ, или, как вы полагаете, несколько программ еще по следующим заповедям? Я думаю, что может быть, я надеюсь, что еще одной программы хватит. Благодарю всех, кто смотрел сегодня нашу программу. Я, Любовь Акельна, с вами прощаюсь по нашей заведенной традиции. Желаю всем благополучия и мира в семье, вам, вашим детям. Приглашаю смотреть нас по субботам в программе Таинства Церкви. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»